Сейчас замеры сделаем. Если у вас есть 100 метров, то вопросов их не будет. Если не будет 100 метров, то дальше мы будем какие-то санкции принимать. При помощи рулетки помощник городского прокурора измеряет расстояние от границы земельного участка учебного заведения до внешней стены объекта торговли, реализующим табачные изделия. Согласно федеральному закону, оно не должно превышать 100 метров. Двум торговым точкам, обследованным сегодня, не хватило и несколько десятков. Но закон есть закон. Сигареты прочь с прилавка, штраф в размере нескольких тысяч рублей на физическое лицо. Не соблюдена 100 метровая зона от границ образовательных учреждений до торговых точек. Большинство предпринимателей считают, что измерять надо от входа школ, детских садов, что в свою очередь неправильно и приводит к этим нарушениям. В отношении должностных лиц будет составлено постановление, то есть вынесен штраф в размере от 3 до 4 тысяч и направлено представление в адрес директоров данных торговых точек. Подобные проверки в Муроме начали проводиться в июле. За это время к ответственности были привлечены 15 физических лиц. Здоровье детей для нас сейчас является очередной задачей, то есть надо растить здоровье поколения. В случае повторного нарушения штраф выпишут уже на юридическое лицо и варьироваться он будет от 30 до 40 тысяч. В этом случае запрет на торговлю табачными изделиями вблизи школ и детских садов вынесет уже суд. Антитабачные рейды прокуратуры будут продолжаться. Может быть, мы реже будем видеть учеников сигаретами. Ольга Килешина, Александр Ерофеев, Муромский меридиан.